Основные темы этого выпуска. По последним данным, в мире COVID-19 заражены уже более 11,5 миллионов человек. Свыше 535 тысяч скончались. Барьеры вокруг кабы, вода из замзама в одноразовой посуде. Новые правила совершения паломничества. Осень-зима 2021. Неделя высокой моды в Париже проходит онлайн. А теперь подробнее. За прошедшие сутки в США зарегистрировано 45 тысяч случаев заражения и 325 летальных исходов. Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, всего с момента начала эпидемии в стране подтверждены 2 миллиона 938 тысяч 624 случая COVID-19. Зафиксировано более 130 тысяч смертельных случаев. Из больниц в общей сложности были выписаны 924 тысячи человек. В Бразилии за прошедшие сутки зарегистрировано 45 тысяч 305 случаев заражения и 1254 летальных исходов. Всего с момента начала эпидемии в стране подтверждены 1 миллион 668 тысяч 589 случаев COVID-19. Зафиксировано 66 тысяч 741 смертельный случай. Из больниц в общей сложности были выписаны 976 тысяч 977 пациентов. Бразилия занимает второе место в мире как по числу заражений, так и по числу смертей. В Мексике за прошедшие сутки лабораторно подтверждены 6258 случаев заражения. Зафиксировано 895 летальных исходов. Всего с момента начала эпидемии в стране зарегистрировано 268 тысяч 8 случаев COVID-19 и 32 тысячи 14 смертельных случаев. По состоянию на сегодняшний день власти Мексики изучают анализы ещё 77 тысяч 703 пациентов. В Индии за прошедшие сутки зарегистрировано 22 тысяч 700 случаев заражения и 482 летальных исхода. Всего с момента начала эпидемии в стране подтверждены 742 тысячи 417 случаев COVID-19. Зафиксировано 20 тысяч 642 смертельных случая. Из больниц в общей сложности были выписаны 456 тысяч 830 человек. Индия находится на третьем месте в мире по числу заражений. Во Франции число летальных исходов приближается к 30 тысячам. По состоянию на сегодняшний день в больницах всё ещё остаётся 7594 человека. Состояние 538 из них оценивается как тяжёлое. Всего с момента начала эпидемии в стране были госпитализированы свыше 105 тысяч человек. Из них 18 тысяч 400 были помещены в отделение реанимации. Из больниц в общей сложности были выписаны порядка 77 тысяч 600 человек. В Германии за прошедшие сутки зарегистрировано 397 случаев заражений и 12 летальных исходов. Согласно данным университета Роберта Коха, всего с момента начала эпидемии в стране подтверждены 197 341 случаи COVID-19. Зафиксировано 9036 смертельных исходов. Из больниц были выписаны около 183 тысяч 100 человек. В Южной Корее за прошедшие сутки зарегистрировано 44 случая заражения. Таким образом, общее число заражений возросло до 13 181. Из больниц в общей сложности были выписаны 11 914 пациентов. Скончались 285 человек. Всего с момента начала эпидемии в стране на COVID-19 протестированы более 1 миллиона 340 тысяч человек. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку COVID-19 пандемии. По последним данным, в мире заражены уже более 11,5 миллионов человек. Свыше 535 тысяч скончались. Ровшан Ильясов, Сибиси. Власти Саудовской Аравии из-за угрозы распространения коронавируса запретят паломникам во время будущего хаджа прикасаться к главной мусульманской святыне Кааби. Чтобы предупредить возможное приближение к камню, власти установят барьеры. Об этом сообщила саудовская газета Ашшарк Аль-Аусад со ссылкой на Министерство по делам хаджа и умры. Хадж в этом году намечен на 28 июля, 2 августа. Кроме того, по информации издания, во время каждого из ритуалов будет присутствовать лишь небольшая группа паломников численностью не более 50 человек, которые должны будут носить медицинские маски и соблюдать дистанцию. Расстояние не менее чем в полтора метра должно будет соблюдаться и между шатрами в палаточном городке в районе холма Арарата. Воду из священного источника Замзам, расположенного в колодце под площадью заповедной мечети в Мекке, будут раздавать верующим в одноразовые посуде. Ранее саудовские власти объявили, что из-за коронавируса хадж в этом году пройдет без участия паломников из-за рубежа, и в нем примут участие не более 10 тысяч человек по сравнению с ежегодным прибытием на хадж не менее 2 миллионов паломников. Саудовская Аравия по-прежнему занимает первое место среди арабских стран по числу инфицированных коронавирусом. Число новых случаев заболеваний не перестает постоянно увеличиваться. С начала пандемии зафиксировано более 217 тысяч зараженных. Выздоровели более 154 тысяч человек, скончались 2017. Около 500 старшеклассников, проживающих при средней школе Хуанин в китайской провинции Хубей, оказались заблокированы в здании школы из-за наводнения. В среду, 8 июля, учащиеся должны были принять участие в едином государственном экзамене Гао-Као для поступления в высшие учебные заведения. Глубина воды на территории школы достигает почти двух метров, из-за чего школьники не смогли вовремя добраться до места сдачи экзамена. После того, как стало известно об инциденте, на место прибыли сотрудники правоохранительных органов и спасатели. Была привлечена спецтехника, в том числе три экскаватора-погрузчика, с помощью которых перемещают оказавшихся в ловушке школьников. Благодаря оперативной помощи эвакуированы уже около 300 старшеклассников. В Управлении общественной безопасности заверили, что в ближайшее время удастся вызволить остальных школьников. Неделя высокой моды в Париже на этот раз из-за пандемии коронавируса проходит в онлайн-режиме. В этом году не было ни одного показа. Многие дизайнеры и креативные руководители модных домов предпочли предоставить своей коллекции «Осень-зима 2021» в нестандартном формате, проявив завидную изобретательность. Несмотря на форс-мажорные условия, Диор установила очень высокую планку в рамках онлайн-недели моды в Париже. Компания представила 15-минутный короткометражный фильм с русалками и нимфами, снятый режиссером Матео Гарони. В коллекцию по мотивам Театри де ла моде вошли 37 миниатюрных нарядов. Риск для всей индустрии моды очень высок. Я чувствую большую ответственность, потому что в любом случае я знаю, насколько эта отрасль важна для таких стран, как Франция и Италия. Мы крупная компания с семью тысячами сотрудников, поэтому я думаю, что нам нужно серьезно работать и попытаться дать надежду на будущее. В условиях пандемии для всех модных домов на сегодня главным остается вопрос выживания. Боевики радикального движения «Талибан» взяли на себя ответственность за две атаки в Афганистане, в результате которых 6 человек погибли и 20 получили ранения. Первая атака произошла утром 7 июля. Нападение было совершено на полицейский участок в провинции Кандагар на юге Афганистана. В результате теракта погибли трое полицейских, еще 20 получили ранения. Вторая атака также произошла 7 июля в провинции Газни. Здесь в результате теракта погиб начальник полиции округа и двое силовиков. Ровшан Ильясов, Сибиси. Глава неправительственной организации «Фри Пресс» Джессика Гонзалес заявила, что встреча с руководителями «Фейсбук» не принесла результатов. По ее словам, реальные действия по борьбе с ненавистью и дезинформацией на платформе отсутствуют. Продолжить бойкот призвали и некоторые правозащитные организации. Ранее Национальная ассоциация содействия прогрессу цветного населения, Организация защиты гражданских прав «Color of Change», Правозащитная организация «Антидеформационная лига США» и другие правозащитники призвали бизнесменов прекратить размещать рекламу в «Фейсбук». После этого призыва компании Coca-Cola, PepsiCo, Starbucks, Volkswagen и другие отказались размещать рекламу в «Фейсбук». Пожары в Арктике привели в июне к выбросу в атмосферу рекордного за 18 лет наблюдений месячного объема загрязняющих газов. Об этом говорится в докладе Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды. В результате пожаров в июне в атмосферу в общей сложности было выброшено 59 миллионов метрических тонн. Это больше, чем объем выбросов СО2 за год в Норвегии. Ученые отмечают, что масштабы и интенсивность пожаров в Арктике являются причиной для беспокойства. Выброс больших объемов углекислого газа способствует глобальному потеплению, а также ускоряет таяние вечной мерзлоты. Повышенные температуры и более сухая поверхность создают идеальные условия для того, чтобы пожары возникали и сохранялись в течение столь долгого времени и на столь обширной территории. Температура поверхности в Арктике повышается по меньшей мере в 2,5 раза быстрее, чем в среднем по планете. Этот год может стать одним из пяти самых тёплых в истории. В частности, на это указывают очень высокие температуры, зафиксированные в районах Крайнего Севера в России. Робшан Ильясов, Сибиси.